Привет, мои дорогие нейл-чемпионки! Меня зовут Ирина Корытина. Я топ-нейл-маркетолог и эксперт для бьюти-мастеров по привлечению клиентов с помощью инстаграм и маркетинга. Приветствую всех на эфире. Эфир у нас сегодня будет с разборами. Когда очень редко ворвался, хорошо, что есть стакан воды. У нас сегодня будет три нейл-чемпионки. Мы обязательно их разберем детально. Вот прям прорезем, что было внизу ленты инстаграма. Используют ли они геолокации, используют ли они хэштеги, соответствуют ли сейчас их инстаграм, их нейл-стратегии. Потому что на каждом этапе у бьюти-мастера, у мастера-маникюра есть определенная задача. Как раз инстаграм помогает ее решить. Между разборами, между нашими нейл-чемпионками у вас будет возможность задавать вопросы. В принципе, мнения не мешают, вы можете задавать их походу, но я между разборами девчонок буду отлистывать назад и отвечать именно на ваши вопросы. Для тех, кто будет смотреть нас в записи, постарайтесь прямо в комментариях к эфиру указать, какую ошибку вы нашли у себя. Потому что, когда разбирают не вас, это же кладезь. Вроде не страшно и не стрёмно. Выводы сделала, записала, исправила, и к следующему разбору ты уже будешь круче, чем сейчас. Поехали! Всех очень рады видеть. Это наш первый разбор в этом году. Как вы думаете, с кого мы начнем? Вспоминаем, что у нас, в принципе, три основные стратегии. У нас есть дюймовочки, у нас есть золушки и у нас есть малефисенты. Дюймовочки – это те, кто начинают, и у них неполная еще клиентская база. Золушки – те, кто базу уже набрали, но работают по прайсу среднему или даже ниже рынка, не поднимая, знаете, так головы по пять клиентов в день, шесть дней в неделю. И через какое-то время, естественно, наступает выгорание, потому что огромный поток клиентов. Хочется поставить цену больше, но страшно. И наши любимые малефисенты. Те, у кого два-три клиента в день, прайс выше среднего. Они и четыре могут брать клиента в день, но тогда они работают всего лишь несколько дней в неделю. У них уже есть определенная специализация. Все три стратегии вспомнили. Может быть, кто-то слышит первый раз. И давайте с вами посмотрим. Екатерина. Екатерина, я удивилась, когда открыла, что из Ростова-на-Дону и поняла, что это резидент Эми Маникюр на Пушкинской. Честно, по аватарке я не знала, почему-то не запомнила Екатерину. Екатерина, я буду исправляться. Таких людей важных, классных. Призеров и чемпионов нужно знать в лицо, я уже запомнила. В среднем у нас на разбор заявок поступает 30-50. А разобрать я могу 3-5 людей. Поэтому вот так вот выбираю выборочно по аватарке и по нику. Поэтому ловите обязательно следующее окошко. И для тех, кому не хватило мест, я постараюсь в своем профиле завтра сделать еще один эфир с разборами. Для того, чтобы можно было разобрать больше человек. Поехали. Нейл-стилист Ростов-на-Дону. Вы помните, что наличие города в жирной строчке это кайф. Слово нейл-стилист в жирной строчке роли играть никакой не будет. Почему? Где мы видели клиента? Ну, это, конечно, моя мечта. Я думаю, что через несколько лет так и будет. Все клиенты будут не мастером маникюра искать, не ногти с гель-лаком, не наращивание, а своего нейл-стилиста. Но пока это не так, и мы ориентируемся на то, как потенциальные клиенты ищут в Яндексе. Но нейл-стилист они не набирают, они будут набирать маникюр, да, либо наращивание Ростов-на-Дону. Поэтому, если хочется написать, что вы нейл-стилист, мы это делаем под жирной строчкой. Дальше мастер маникюра и наращивания, опыт 13 лет, призер чемпионатов. Вот смотрите, призер чемпионатов это же бомба. Я бы 13 лет и призер чемпионатов собрала бы на одну строчку. Для чего? Потому что призыв записаться к вам, что вы принимаете в Эмми маникюр и РНД, клиентов не помещается до еще. А знаете, сколько процентов открывают еще? 20. И мы 80% потенциальных, которые забежали на страничку, если не напишем, запишись, да еще, все, мы 80% потеряли. Поэтому здесь важно переструктурироваться. Аватарка. Аватарку я часто показываю прямо в прямом эфире. И сейчас вам постараюсь показать. Вот так вот это примерно выглядит. Вот. Будет ли вам комфортно так меня слушать? Аналогично с аватарками. Мы всегда стараемся, чтобы вокруг нас был чистый фон. То есть кадрирование не делаем, знаете, там один глаз, только лицо крупное. Мы стараемся сделать так, чтобы нас было видно целиком и была понятна наша эмоция. Потому что очень многих эмоция либо серьезная, либо они смотрят вот так снизу. Это самое типичное фотографирование. Оно крутое, а второго подбородка не видно, да? Все смотрятся моложе. Но как мы воспринимаем человека, который на нас смотрит снизу вверх? Как того, кто находится под нами? И мы никогда ему не высокую оплату не дадим, не чаевые. И будем его воспринимать, знаете, как такого, ну не на равных. А нейл-стилисты по отношению к клиентам действительно находятся на равных. И своего нейл-стилиста хочется, знаете, так взять, держи меня за руку и не отпускай, да? Как в знаменитых роликах. И так и происходит со всеми Малефисентами. Малефисент клиенты очень сильно ценят. И это то, к чему мы с вами стремимся, да? Поэтому здесь я бы поправила аватарку. Причем мне нравится фотография. Там либо настоящий макияж, либо сделанный в приложении. Но нужно пошире взять. Если сзади нет елки новогодней, если фон чистый, то просто нужно взять другое кадрирование. Екатерина, я бы обязательно писала фамилию, даже если она в нике употребляется. Потому что когда у вас есть призы чемпионатов, у вас уже есть статус. Дальше мы опускаемся ниже. И что мы там видим? А, видим мы невнимание к своему статусу. Екатерина, вы можете круче. Сейчас расскажу, почему. Конспектируем, девочки. Мари Карт, ну ты права, здесь есть что конспектировать. Потому что есть повторяющиеся ошибки, а есть, знаете, такие вот озарения в конкретном разборе. Вы по чуть-чуть вот так их собрали и как минимум первые шаги, что делать у вас будут. Всю систему, понятно, вы на разборе не раскроете. Нюансов много. Тем более здесь идет адресная подборка под конкретного нейл-стилиста. А для меня вы каждая уникальная, абсолютно каждая. Город, одна яркая и веселая мы сегодня посмотрим. Вторая скромная, она никогда не сможет так себе подавать. Одна любит делать вензеля и френч, а другая делает ногти с клепками черные четвертого размера. Она в этом гуру. В общем, вы очень разные. Но есть определенные правила, которые работают для всех. Поехали. Работы актуальные, актуальные. Смотрите, обязательно делаем как минимум пять разделов. Нам нужен прайс, нам нужны до-после, нам нужно как меня найти, нам нужны отзывы и нам нужен мой кабинет. Случай с вами, Екатерина. То, что вы работаете в Эмми Маникюр РНД, это же супер. Там такой интерьер салона, обязательно его нужно показывать. Видео, как найти, прям можете забирать из телеграм-чата, конкретно Екатерина от СММ-специалиста. Она, по-моему, вчера в чат резидентов его выкладывала, она очень удобная. Все перекрестки, все показано, прям можно забрать готовое. Девчонки, актуальные сторис, это то, что нужно сделать очень вдумчиво, потому что это как меню в ресторане. Как кнопочки на сайте. Вы это один раз делаете, а потом раз в месяц просто чистите. И все. Но они будут работать на вас, и все новые посетители странички их обязательно смотрят. А у нас здесь работы актуальные и актуальные. Я для вас заскринила, что находится в актуальной и актуальной. А там Вирочка с роддома. Там еще какая-то личная фотография. И здесь, это не только у Екатерины. Пожалуйста, не смешивайте личную и рабочую страничку. Это все-таки нейл-магазин ваш. Если вам очень хочется не в чате в WhatsApp, там имеет раздел «Семья и родственники». Знаете, такой, как его, «Семейный чатик» еще называют. Если вы хотите это делать в социальных сетях, можете выделить под это ВКонтакте. Можете сделать вторую страничку Инстаграма. Вот прям вторую для бабушек, для дедушек, для кумовьев, для тети. Там будут тортики, утренники, еще что-то. Здесь должно быть то, что мы продаем. Со временем, по чуть-чуть, вы учитесь и семью показывать, и какие-то аспекты личной жизни. Но все это в Инстаграмном ключе. Почему? Это же магазин. Вы, например, пришли в магазин, где продают рыбу. Рыбу – это рыбный магазин рыбных деликатесов. И, естественно, в рыбном магазине вы не увидите картошку, морковку, молоко и яйца. А если вы это увидите, то это будет что, девчонки? Сельпо. А какая цена будет в сельпо? Очень маленькая. Вот. Здесь аналогично. Мы стараемся личные наши моменты убирать. Очень легко проверить, что должно быть в актуальных сторис. Только то, что вы продаете. Детей мы уже не продаем. Продаем тортики, если не продаем здесь, это наилмагазин, значит, этого не должно быть. Очень простые критерии. Давайте еще с вами посмотрим дальше скриншоты, которые у нас есть у Екатерины. И дадим ей, естественно, еще парочку рекомендаций. Так, поехали. Что у нас сегодня есть в сторис? В сторис у нас сегодня есть работа с прямыми ссылками. Знаете, как выглядят работы? Сторис отрывочные, как винегретик. Да? Открыла холодильничек, все, что в холодильнике было, порезала и в сторис выложила. И знаете, как это выглядит? Вот ногти, вот ногти и вот ногти. Никакой конкретной мысли и никакого призыва к действию. Какой у нас всегда призыв действия должен быть записаться. Что мы делаем со сторис? Мы их делаем блоками. Для того, чтобы человек, который смотрит, пришел к законченной идее и как можно больше раз с этой сторис провзаимодействовал. Через быстрые реакции, через голосование. Тогда окошки в сторис будут разбирать, как пирожки причем. Я могу сказать, что у всех моих учениц, которые хорошо освоили разговорный сторис, разбирают окошки. Даже у тех, кто начинает просто выкладывать по готовым сценариям, а в практикуме готовые сценарии, они говорят, о, работает, записались с окошек. А раньше это не работало. Поэтому, Екатерин, попробуйте поделать блоки. Если сложно три блока по три сторис делать в день, делайте два блока по две-три сторис. То есть, пять сторис – это вполне та цифра, с которой можно начинать, но которая даст вам определенные результаты. Вот сторис в актуальных, о которых я говорила. То есть, я не приукрашаю ни на минуточку. Это розы, это бирочка, это какие-то обнимашечки. Понимаете, если вы это уберете из актуальных сторис, оно сохранится навеки, потому что в архиве сторис оно сохраняется. Но это не то, что нужно видеть новым клиентам в вашем нейл-магазине. Так, поехали, посмотрим ленту. Смотрите, что происходит с лентой. Я думаю, что все из вас уже знают близкий план. Ну, не знаю, там один ноготочек, да, например. Средний план наш любимый, и здесь его очень много. И дальний план, да, ну вот образно. Здесь все практически средний план. Вот прям средний, 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 средний. И выглядит это как выставка ногтей, такая, знаете, в телефоне, когда снимали кучу ракурсов. Такая нейл-витрина не позволяет выбрать, что конкретно купить. Ну и самое главное, мы не видим нейл-стилиста. Элли Нейл, СММ, привет. Привет, я очень тебя рада видеть. Все время тебя по старому нику хочу назвать. Екатерина Есинова, вы к нам присоединились. Привет, привет. Ну, мы тебя тут и хвалим, и подсказываем, что развивать. Средний план постоянно на фотографиях убираем. Чередуем близкий, средний и дальний. И обязательно показываем себя. Катерина, сейчас покажу, какие твои фотографии есть в профиле. И на какие их лучше заменить. В среднем, ваша фотография должна быть 1 на 9 на 12 фотографий. Вот она, наша замечательная Екатерина рассказывает нам, что уже в 2012 году на выставке Шарф она была с кубком. Это же круто. Это же круто, да. А по профилю мы видим, что Екатерина настолько крутая. Нет. Понимаете? Упс. Ретро-фотки хорошо. Но там тогда должен быть немножко другой заголовок. Да? Я делаю крутые ногти, например, с 2010 года. Или уже 10 лет мои ногти признаны чемпионскими. То есть я создаю шедевры. И будет абсолютно другая подача. Ретро-фотки это хорошо. Но обязательно нужно еще, чтобы были рабочие портреты. В целом, вот эти фотографии с кубками, как историю успеха, как ты приходила к своим достижениям, что за 13 лет у тебя менялось, я бы это в актуальном, кстати, добавила. И вы помните, что любой пост знаком самолетик вы можете отправить в сторис. И у тебя может быть актуальная обо мне, где ты рассказываешь, почему нужно прийти именно к тебе. Мы с девочками часто делаем упражнения. Три причины ко мне записаться. Это разговорные сторис, к которым можно добавлять несколько постов в свои ленты. Смотрите, что у нас происходит. Когда мы публикуем абсолютно любую фотографию, чтобы был шанс у новых клиентов нас найти, мы ставим правильную геолокацию, правильные хэштеги, пишем такой текст, который хочется прочитать, заголовок, серединка и обязательно хвостик, чтобы хотелось оставить комментарий. Так мы себе создаем классный потенциал. Вот, девчонки, в следующий раз пропустили текст к посту, то есть написать красный для Юлии или выставка ШАМ 2012, так не работает. Текст должен быть минимум из трех частей. Считайте, что пока вы делали гель-лак, вы пропустили базу или пропустили топ. Что станет с ногтями? Ну, что-то не очень хорошее. Вот представьте, что вы просто пока делали маникюр с гель-лаком или наращивание, моделирование, как хотите называть, пропустили какой-то этап. Вот аналогично, когда вы в Инстаграме не доделываете важную часть вашего поста. При этом посты, если у вас лента уже хорошо оформлена, можно делать раз в неделю. Можно раз в неделю поставить геолокацию, хэштеги и текст. Можно. Причем в текстах самое главное заголовки. Пожалуйста, не ленитесь, потому что это ваши потенциальные деньги и ваш потенциальный успех. Десять сторис в день можно и не делать, но геолокацию, хэштег и текст к посту, и свои свежие фотографии в ленту нужно поставить обязательно. В целом я могу сказать, что когда я смотрю на профиль Екатерины, у меня, знаете, какое ощущение возникает, что ногти классные, но настолько не раскрыт мастер, нейл стилист, что мне непонятно, а мне к ней идти или нет, а мы с ней в одном городе. Я хожу в этот салон, я погуляла по страничке, если ты с нами, Екатерин, в моей книге 15 минут и думаю, идти, 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 непонятно, она тихая или веселая, а что она любит, а будет ли нам о чем с ней поговорить, какие ногти она вообще обычно делает, ну потому что там достаточно много однотона, а мне непонятно ни по дизайну, ни по стилистике, ни по длине, я не ловлю эту информацию. А у человека чемпионские кубки и 13 лет, я не говорю, что это не соответствует друг другу, я знаю, что самое главное, тебе хочу, Екатерин, сказать, можно на ты, ты круче, чем ты в инстаграме. А мы в инстаграме, знаете, должны быть такие, как мы в жизни и можно даже чуточку лучше, поэтому я рекомендую вот прям упаковать весь твой чемпионский опыт в актуальные сторис, поправить шапку профиля, начать выходить в сторис с собой, головой, можно вначале фотографиями, просто всем телом. И у нас, кстати, сегодня будет на разборе замечательная нейл-стилист, которая и танцует, и в прорубь нуряет в сторис, и я к ней уже хочу. И так не только я, так работает у очень и очень многих клиентов. Вы сокращаете путь нового клиента, причем клиента, который готов платить выше рынка и оставлять чаевые, когда вы транслируете себя. К вам не придут, знаете, те, после которых вам хочется лечь и лежать, такие вот там токсичные, с кем контакт не складывается. На вас будут приходить максимально ваши клиенты, когда вы в своем инстаграме себя и свои работы максимально четко отразите. Екатерина, огромное спасибо, что ты подала заявку и поучаствовала в разборе. Я за твоей страничкой буду следить. Буду следить за твоей страничкой. Если у тебя остались какие-то вопросы после разбора, обязательно напиши мне, пожалуйста, в директ. Так, девчонки, давайте я отмотаю немножечко ваших вопросов. Обожаю, как ты рассказываешь, наслаждаюсь сегодня. Наташечка, спасибо большое. У Наташи уже 5 рабочих мест. Когда-то Наташа работала сама, и она уже научилась загружать своих мастеров. Не только себя, как топ-специалиста. И это очень ценно. Она это делает в том числе, вот Наташа подтвердит, не даст соврать, при помощи разговорных сторис. И ленту она одолела. Ну, на тот уровень, на какой хотелось. В ленте, знаете, нет границ для совершенства. Листаю, листаю вперед, 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 вопросы. Очень много, знаете, когда все присоединялись. Шапка профиля, когда прописана хорошо, и у вас не изменились никакие акции, менять не надо. Очень хороший вопрос, когда надо менять шапку профиля, если вы ее уже исправили и прописали. Когда у вас изменилось то, что сейчас в продаже. Например, Наташ, Натали на ЛКС. Если ты загружаешь конкретного специалиста по имени Наташа, и она у тебя, например, начинающий специалист, и на нее действует специальная цена, напиши это в шапке профиля. Первый визит к Наталье. Вот такая цена, забирайте скорее окошки. Шапка профиля это то же самое, что сегодня у нас в продаже. Это прям ваша вывеска и под вывеской свежая актуальная акция. Как только у тебя есть актуальная акция, ты можешь менять. Каждый раз подчеркиваю что-то новое во время разбора. Круто, круто, отлично. Так, листаю вниз. Еще буквально парочку вопросиков, и мы переходим ко второму разбору. Страницы студии можно разобрать? Страницу студии Креатив, студию Красоты. Конечно, можно разобрать, но для этого нужно. У нас в Emeschool Online во время того, когда горит сторис, попасть окошко на разбор. Я обязательно в следующий раз возьму кого-то из студии в качестве примера. Татьяна из Хабаровска, я вас узнаю по аватарке, очень рада вас видеть. Поехали? Участница разбора номер два у нас сегодня. Сегодня, сегодня. Ой, у нас очень будет необычная участница сегодня разбора. Вы готовы? Анна Овсянникова из Донецка. Анна одна из первых написала в окошко, что просит разобрать ее. Я ее благодарю, потому что она нам показала очень яркий пример. Как я ни старалась, ничего про ногти найти я не смогла. Возможно, Анна только сейчас проходит обучение. И вот как раз для Анны, и для девчонок, которых у нас здесь очень много, кто только начинает, сразу делайте рабочую страничку. Даже если только начали учиться. Потому что не бывает так, что вы... Вот сейчас ногти научусь делать, а потом Инстаграм вести. И потом сразу раз, и все узнали, что я теперь круто делаю ногти. Нет, так не работает. Вот в данный момент это абсолютно личная страничка. Я ее выбрала по аватарке. Я поняла, что это свадебная фотография. На ней пара. Но дальше ни в актуальных сторис, ни в ленте. Только семья, только семья и детки. Это великолепно, но это не поможет привлечь клиентов. Поэтому, если вы только начинаете. И прям, знаете, некоторые, ну там, не рассказывают родственникам, что начали учиться, еще что-то. Сделайте вторую страничку. Спокойненько делаем вторую страничку. Учимся фотографировать ногти. Учимся делать сторис. Учимся их подписывать. И потихоньку, начиная с моделей, привлекаем клиентов. Вот здесь прям личная-личная страничка. Я понимаю, что резко сделать из нее рабочую, наверное, даже и не надо. Лучше сделать вторую страничку. Анна, я вам желаю за время наших разборов сделать себе рабочую страничку и потихонечку начать ее наполнять. Потому что здесь я даже зашла, знаете, в первую актуальную еда. А там фотоальбом еды с разных праздников. Ну и детки замечательные в профиле. Естественно, про ногти мы ничего не нашли. Но я думаю, что на разбор Анна постучалась не случайно, для того, чтобы на 100% убедиться. Я уверена, что таких, как Анна, немало девчонок, что нужно страничку делать прямо сейчас. Даже если вы только начали учиться. Ньютер Хендмейл. Здравствуйте. Было бы посмотреть на разбор нейл-мастера Инна Гончара. Отлично. Все только для вас. У нас нейл-мастер с аватаркой в виде ногтей и с незаполненной шапкой профиля. Так тоже бывает, когда вы только начинаете. Что важно сделать? На аватарку мы всегда ставим свой рабочий портрет. В актуальной истории сегодня уже проговаривала. Делаем 5 разделов. 5, как минимум. А в ленте мы чередуем ракурсы. Потому что здесь мы тоже видим средний план. И здесь мы видим максимально типичную ошибку. Это устаревшие ракурсы. Ручка на ручка. В целом, когда вы учитесь сейчас фотографировать ногти, как было модно в 2016-м, уже лучше даже не начинать фотографировать. У вас уже на выпускную работу есть критерии, как сфотографировать так, чтобы это хорошо продавалось в 2022-м году. Очень круто работают ногти, когда вы их фотографируете у стены. На пиджаках, на джинсах, на сумках, на аксессуарах. Даже стараемся на валике, на лампе не фотографировать. Потому что даже самые модельные пальчики, когда мы вот так их расплющиваем, начинают у меня и так, знаете, с морщинками немножко пальчики сами по себе. Будут на сарделечки похожи. А если мы хотим максимально эффектно показать, даже возрастные ручки, не самые тонкие пальчики, стараемся, знаете, как сила гравитации. Фоткайте вертикально, старайтесь ловить однотонные фоны. Вам потом и в ленте совмещать. Будет гораздо проще и гораздо удобнее. Здесь я вижу, что мастер только начинает. Основные рекомендации я дала. И начните с себя на аватарке. Обязательно вы. Несколько лет назад, но это прям давно, вот в шестнадцатом году, в семнадцатом, ногти было модно ставить на аватарку. Это было эффективно. Можно было ногти губы, ногти глаз. Сейчас нет. Сейчас эра, когда люди покупают людей. Бьюти Студия Катрин, разберите мою страничку, пожалуйста. Прямо сейчас я никак не могу уйти с этой странички, чтобы кого-то разобрать. Скриншоты я готовлю накануне эфира. Думаю, всегда можете подать заявку в Эбисколл Онлайн. Пока горит сторис, она появляется один раз в неделю. И можете написать мне на страничку Ирина Коретина. Я постараюсь такой же разбор сделать завтра у себя. Как вашу страничку найти? Есть полезная информация? Да, у меня есть полезная информация и в Рилс, и в IGTV. А когда мы выгрузим эфир, в описании к эфиру обязательно будет мой аккаунт. И вы сможете зайти и перейти. Но, естественно, мы с вами идем по нарастающей. Если вы думаете, что я вам сегодня покажу только начинающих, совсем начинающих мастеров, то это не так. А для тех, кто не знает ракурс ручка на ручку, сразу его показываю. Вот он. Нейл Римма, ракурс ручка на ручку с точки зрения аккаунта. Смотрите, когда аккаунты какие-то заняты, хочется написать Римма с двумя М, еще АА и иногда нижние подчеркивания. Слушайте, так сложно его было найти, пока ты берешь и пишешь, и пишешь, и пишешь. Поэтому постарайтесь упростить. Как можно меньше лишних букв и знаков. Марина Ясонова, если я правильно читаю, попали ли вы сегодня в разбор? Марин, сегодня точно в разбор не попали. Заявок всегда больше, чем мест в эфире. Да, так бывает. Я постараюсь из заявок еще забрать к себе на страничку завтра провести. Ну и плюс в следующем эфире, они примерно у нас раз в две недели, в аккаунте Amy School Online вы можете попасть на разбор именно здесь у меня. Важно, Марин, даже если разбирают не вас, всмотритесь и вслушайтесь. Вы наверняка найдете ну столько пересечений с вашим профилем и любые разборы, они полезны, даже если разбирают не вас. Ну, Марин, вы, я уверена, уже услышали по поводу аватарки. Подставлять ногти к лицу и так кадрировать это у нас уже относится к чему? к устаревшему. Правильно? Я думаю, что у вас как минимум уже один вывод очень важный есть. Вижу, вижу, вижу аватарки, пока пишите. Какое название круче? С крутым словом или с фамилией? Т. Бонд Нейлс ТГМ. Вот у тебя очень сложный, видишь, у тебя Т, ТГМ. Я могу сказать, что очень полезно качать свою фамилию, если это не Иванова и не Петрова. Вот прям полезно. Но я начинающим и в целом тем, кто твердо решил, что несколько лет будет заниматься одним и тем же, добавлять слова Нейл, Нейлс, Маникюр, если вы именно Нейл, стилист, очень рекомендую. Очень. Это классно работает, вас находят и вас узнают. Поехали. Елена Грищенко. Невероятная яркая красотка. Я когда открыла страничку, знаете, у меня какая первая эмоция была. Я такая говорю, ух ты! И в принципе эта эмоция у меня осталась. Я долго выглядывала, в каком же городе Елена работает. Сейчас вам все покажу. Путем сложных вычислений я потом нашла, что наша Елена работает в Новочеркасске. И теперь внимание к знатокам, которые не первый раз смотрят эфиры. Где я должна была увидеть слово Новочеркасск? Конечно, в жирной строчке. Идем к аватарке. Я вам покажу несколько фотографий Елены, которые больше подходят на аватарку, чем то, что есть сейчас. Почему? У нас голое плечо, мы повернуты боком и неоднородный фон. То есть, какое-то общее настроение считать с аватарки мы можем, но конкретно образ мы не видим. Сейчас вам покажу фотографии, которые больше подходят. Там, где у нас Елена Грищенко, нам нужно написать маникюр педикюрного Новочеркасск. Если не поместится по знакам строчку маникюрного Черкасск, с жирной строчкой, будьте внимательны и осторожны. Менять жирную строку, поисковую, можно один раз в 14 дней. После того, как нажали изменить, перепроверьте, потому что в следующий раз вам даст инстаграм ее изменить не раньше, чем через 14 дней. Жирную строчку меняем. Что-то у меня сегодня с воздухом. Но бокал, видите, стильной воды всегда поможет. Итак, жирную строчку меняем, пишем там маникюр Новочеркасск. Аватарку я покажу, какие фотографии уже из тех, которые есть в ленте, можно примерить на аватарку. Всегда на позитиве. И вы знаете, этот лозунг, он отражается в сторис. Я вам покажу скриншоты. И за весь сегодняшний разбор это тот самый случай, когда очень хорошо показана специфика нейл-стилиста, его характер. И прям можно, просмотрев даже ленту «История за сегодня», принять решение записаться. Это круто, это я забегаю вперед, дальше давайте смотреть шапку профиля. Для новых клиентов 15%. Что это показывает? Сегодня в продаже есть места для новых клиентов. В целом база значит не до конца полная, это абсолютно нормально, но 15% это очень абстрактно. А вдруг у вас ногти 5000 рублей стоят? Или 3000 рублей? Мы до прайса еще не добрались, поэтому если у вас есть потребность записывать новых клиентов, особенно если вы дюймовочка. Здесь мы не дюймовочку, здесь мы видим такую, я не знаю, наверное, между Золушкой и Малефисентой в рассвете сил. Елена Грищенко подробнее скажет, где она, но по прайсу на Черкасск все-таки не Малефисента, все-таки ближе к Золушке, это мы тоже с вами посмотрим прайсы. Пишите вместо 15%, 10%, 20% цифру в рублях, в гривнах, в ларе, в той валюте, в которой вы работаете. Здесь лучше написать конкретно. Конкретно в рублях цену на первый визит, либо стоимость скидки в рублях. Но я за цену на первый визит. Человек сразу понимает, ногти за вот эти деньги там, я не знаю, полторы тысячи рублей. Готова делать? Готова. У нее первый визит полторы, она мне так нравится, иду смотреть дальше и расстояние между тем, как она зашла на страничку временное, до того, как она напишет в директ и заберет у вас окошко, будет очень короткое. Сокращаем путь, чтобы к нам поскорее записались. Есть призыв к глаголам запишись сейчас. В этом плане Елена большая молодец. Дальше я смотрю на ленту, смотрю на актуальные сторисы, понимаю, почему я сказала ух ты, видно же, что Елена с ними работает. Мы подробнее посмотрим, что у Елены находятся в актуальных, посмотрим обязательно. Подробно посмотрим несколько фотографий из ее ленты. И Елена нам сегодня очень, очень хороший подкинула кейс. Я отлистала ленту Елены назад. И там есть старые типичные ошибки, которые Елена уже исправила. Знаете, я всегда люблю такое преображение, но что показывает? Ты тоже можешь так, как Елена. Вот нравится тебе сегодня лента Елены. Ты можешь так сделать? Потому что у Елены еще несколько месяцев назад или год назад была абсолютно другая лента с ошибками, с неправильной обработкой. Сегодня я вам после эфира хочу показать ленту и аккаунт Натальи Абрамовской. Это нейл-стилист из Ростова-на-Дону, которая была резидентом Эйми Маникюр в Ростове. Сейчас резидент в Санкт-Петербурге. Я знаю, что она своим инстаграмом занимается с 2016 года. Мы с ней впервые познакомились в 2017. И он реально работает на привлечение клиентов. Где бы она ни находилась, она работала в своей студии на Западном, в домашнем кабинете на Западном, в салоне в центре города Ростова-на-Дону, в салоне в центре города Санкт-Петербурга. Вот прям практически один из самых эталонных аккаунтов, которые я знаю. Всегда есть куда расти, но я вижу, что после разовой упаковки там идет постоянная работа, постоянная докрутка, потому что инстаграм это источник новых клиентов. Давайте посмотрим. Очень много полезной информации. Спасибо. Пожалуйста, Лилия, мастер пенза. Обожаю пензу. Была там даже один раз целый после поездки в Саранск. Рада, что эфиры для вас полезны. Так, давайте посмотрим, какие фотографии мы рекомендуем Елене померить на аватарку. Вот смотрите, я часть закрою, но в целом, несмотря на то, что фон неоднородный, прическа, макияж, фотография крупная. Сама Елена красотка, я считаю. И я дальше вам покажу подтверждение, почему Елена красотка. Смотрите, какую еще одну фотографию из тех, которые уже выложены, можно померить. Девчонки, скриньте. Это идеальный рабочий портрет. Идеальный. Рабочее место видно, оно модное, фон однотонный, плиточка, сертификаты видно, материалы расставлены, мастер, яркая и сочная, как весна. Понимаете? Заплетенная у нее причесочка, нетипичная, вот намотанная на голове, как бежала. Вот и стол чистенький. Но я понимаю, что это постановочная, супер постановочная фотография, хотя у некоторых и во время работы так. Вот это рабочий портрет, когда вы меня спрашиваете, какие фотографии у мастера должны быть в ленте. Вот такие за рабочим местом. Просто в студии на белом фоне и у елки не очень подходят, потому что не отражают вас в работе. Вот эта фотка у Елены очень крутая. Что можно сделать? Можно весь фон сделать сереньким, тогда будет классный контраст с розовой рубашкой и эта фотка идеальна. Елена встанет на вашу аватарку. Прямо будет супер. Отлично. Давайте посмотрим, что у нас еще дальше есть у Елены. Елена, Елена, Елена. Для тех, кто в Новочеркассе собрался к Елене записываться, с 1 февраля Елена меняет прайс. То, что меняет, это круто, а то, что это делает не в высокий сезон, это не очень. Сейчас расскажу, почему. Никто, абсолютно никто из нейл-стилистов и вообще мастеров, до любых людей не очень любят повышать цены. Есть страх, что кто-то отвалится из клиентов. И когда мы это делаем в не очень высокий сезон, чаще всего мы видим вот эти вот негативные сценарии. Например, после января, вот хуже только в январе поднять, да, прайс. В феврале так, не очень. Стараемся поднимать прайс перед высоким сезоном. Это методика, которая себя оправдала, предупреждаем клиентов заранее, ну, не позднее, чем за 2 недели до, можно даже за месяц предупредить, но 2 недели вполне достаточно. Стараемся, когда поднимать? С 1 декабря, с 1 марта, с 1 июня, и не потому, что вы такие коварные и ужасные, потому что спрос в это время повышается, а у вас емкость, ну, вот вы больше 5 клиентов в день не можете принять, больше 5 дней в неделю, не хотите работать, и это тоже важно. И мы 5 умножаем на 5, получаем 25, а на месяц это у нас 100. Все. Больше, чем 100 принять вы не можете, а просится к вам 120. И тогда у нас цена, это механизм, когда мы регулируем, и клиенты, которые могут перейти к другим мастерам по более низкой цене, они от нас, естественно, отсеиваются. Когда мы поднимаем цену в невысокий сезон, мы можем найти подтверждение своим страхом. Ой, повысило, ой, кто-то не записался, ой, а кто-то написал, что дорого. Сентябрь тоже неплохой месяц, но в зависимости от региона, где вы живете, в сентябре педикюр начинает падать. Краснодар, Ростов-на-Дону, сентябрь еще педикюрный месяц, но август гораздо более жирный, гораздо более жирный, там 1 августа тоже можно цену поднимать. 1 сентября можно, 1 октября нормально, когда нельзя, 1 ноября. Все помнят, январь и ноябрь, ну как ни крути, месяца так себе, только Малефисенты чувствуют себя шикарно. Повышала с 1 ноября, писала за 2 месяца, вопросов ноль. Вопросов это хорошо, все зависит от того, на какой ты стадии находишься. Если ты делала и сработала, классно, но есть девчонки, которые боятся, и на то есть основания, вот чтобы им было мягче, чтобы было четче, лучше поднимать высокий сезон. Мы прям несколько лет это уже проверяли, это честно по отношению к клиентам, потому что это естественный закон, рынка, спрос и предложение. Когда поднимаете с 1 декабря стоимость, ну в декабре мы все знаем, что все на все поднимается. Цветы, елки, бантики, открытки, мандарины, шампанское, ананасы, рыба и так, ну все поднимается, да, повышенный спрос, как цветы на 8 марта, да, так и ногти перед Новым годом. Все верно. Так, прайс, естественно, Елена у нас переделывает, потому что она его повышает. Какой прайс и какие сторис еще есть у Елены? Посмотрите, пожалуйста, на эти сторис. Это же скриншот видео. Елена под музыку вместе с клиентом танцует в зеркале. Какие я считываю как потенциальных клиентов? Я недалеко, кстати, от Новочеркасска живу, я живу рядом с Оксаем, кто знает такие замечательные города рядом с Ростовом-на-Дону. Она веселая, у нее в студии красивущее зеркало, и сама она очень аккуратная, я вижу, что она работает в белой рубашке, там, не знаю, покрашенные волосы. Я к такому наил стилисту очень хочу. Ну вот, она близка мне по ценностям, как я это поняла? Ну, явно в шапке профиля она это все не уместит. Она поэтому часть информации транслирует мне в сторис. Песню какую-то классную, Славу поставила, живу как хочу, песню обязательно послушаю. То есть использует, привет, Ростов, привет, Ростов. Она использует разные возможности инстаграма, чтобы сообщить своим потенциальным клиентам. Я вот, как я тебе нравлюсь, мне очень нравится. Скажу вам честно, как бы без зазрения совести, я бы к такому наил стилисту пошла с превеликим удовольствием. И важно, чтобы ваши потенциальные клиенты то же самое могли сказать про вас. Ныряет в бассейн. И еще и фигура у нее, как у красотки. Бинго! У каждого человека будут свои, знаете, ценности. Кто-то любит более молчаливого мастера, кто-то поговорить о психологии, кто-то мужу и свекрови кости перемыть, кто-то великолепный век посмотреть во время маникюра, педикюра, а кто-то вебинары послушать, какие-нибудь про инвестирование. На каждого мастера свои клиенты. Вот, знаете, как конкуренция только в голове. Каждый выбирает своего. И мы не можем, как рубль золотой, или евро прекрасная, новая, нравиться абсолютно всем. Но чем больше мы протранслировали, кто мы, про что мы, тем больше вот этот коннект с идеальными клиентами мечты. В прорубь ныряет. Круто! Круто! Это не дети, это не тортики. Это отражает конкретно ее жизненную позицию и отражает то, как она живет, то, как она действует. Вот, смотрите. Анимированные прайсы. Это прайс из актуального. Вот видите, качество плохое. Прям вот пиксели, ребят. Я советую все-таки прайсы делать статичной картинкой. Очень четкой, простой и конкретной. Это то, что я бы переделала. Если брать цены Новочеркасска, то я понимаю, что у Елены это будет не первое повышение цены и не последнее. Елена, судя по вашему инстаграмму, вам есть, куда еще повышать. Вспоминаем замечательную ленту Елены. Материалы в ленте есть? Есть. Рабочий портрет? Есть. Есть. Типсы? Красиво сфотографированы? Да. Выведено это все в одном фильтре, в одном стиле? Да. Воздух есть? Да. Выглядит это дороже? Даже, чем цена сейчас стоит в прайсе у Елены? Да. Ну, просто Новочеркасска это областной город, не сам Ростов-на-Дону. Ну, тоже можно еще выше поднимать. То есть, лента продает и продает очень хорошо и классно. Я хочу вам показать, какая лента была у Елены до, а потом самой Елене показать, где еще можно усилиться. Сейчас вам покажу ленту до. Я ее заскринила. Помните про жуткие яркие пресеты? Сравните впечатление, которое у вас вызывала мастер Елена с лентой сейчас. И вот такая лента была. Пережженный такой яркий цвет, накрученная яркость контрастности и руки такие все как после солярия. Знаете, получается прям такой жёлто-оранжевый плюс ракурсы. Да, помню, мы сегодня обсуждали на лампе, обсуждали средние планы, кто-то поставил, вы такие, да, но дело в том, понимаете, у нас нет задачи сказать, Елена, а когда-то у вас лента была не очень, у нас есть задача сказать, запись обязательно будет, Елена, вы такая умничка, вы так развили свою ленту, и абсолютно всем, кто нас будет смотреть онлайн или в записи, ты тоже так можешь. То есть Елена смогла, и ты так сможешь, Елена умничка, я тоже считаю, и по-прежнему мое мнение о Елене, ух ты, какая клевая, ух ты, и когда мы Екатерину Есенову разбирали, Екатерина не отражает себя в инстаграме, понимаете, а Елена отражает, к Елене хочется записаться, хотя к Елене ехать там гораздо дальше, чем к Екатерине и так далее, и цена у нас получается. У Екатерины выше, потому что она работает в центре города в салоне, и маникюр по их прайсу, а Елена у себя в Новочеркасске, но нейл-магазин здесь продает гораздо более ярко. Давайте среднюю посмотрим ленту, это промежуточный этап, пока у нас Елена работала над своей лентой, уже лучше, это о чем говорит, у вас не с первого раза может получиться круто, и это тоже нормально. Когда вы это делаете самостоятельно, вы можете сделать больше ошибок, когда вы это делаете по готовым шаблонам, когда у вас есть поддержка куратора, вы это сделаете быстрее. Но, девчонки, будьте делать, вы это сделаете по-любому. Давайте еще посмотрим, что у нас у замечательной Елены есть с точки зрения улучшения. Я подозреваю, что Елена не очень любит писать тексты, поэтому у нас вот такие замечательные типсы, это белый рафинад, не вижу песочком присыпанный или нет, с эльфилевой башней на белом фоне, без геолокации, без хэштегов и без текстов. Текст додумай сама, дорогая новая клиентка с 15% скидкой по новому прайсу. Думай. Конечно, лучше вот так вот не оставлять. В целом, витрина производит классные впечатления, но Елена же здесь могла текстом добить на запись, на запись по новому прайсу, и именно новая клиентка могла к ней записаться. Но могу сказать, за все время разборов, сейчас прям вернусь к Елене, аккаунт Елены я сейчас попрошу, прям пропишут в записи к эфиру. Прям посмотрите, прям посмотрите. Расскажу, почему. За все время, что я делаю разборы, с точки зрения отражения себя в сториз, с точки зрения преобразования ленты, один из лучших профилей. Или он не эталонный? Он не эталонный, но он один из самых лучших. Так, у нас с вами есть 15 минут для того, чтобы я ответила на ваши вопросы. Я прямо здесь и сейчас с вами. Задавайте. Я откручу немножко вверх, но, по-моему, я успевала ей рассказывать. Да, хочется к ней пойти на маникюр. Лена, класс. Да, я тоже так считаю. Спасибо большое, пишет Лена. Пожалуйста, Лена. Я рада, что вы сегодня здесь с вами. Леан Троэс. Запись будет, но мы вас уже успели быстренько разобрать. Ждем ногти в вашем профиле. Некоторые девочки даже возмутились. Отчего это я вас взяла на разбор, если не ногтевой профиль? Я же не знала, что он не ногтевой. Вот зашла и узнала. Нужно ли в шапке профиля указывать, что начинающий мастер и как? Элзик Ишкова, если правильно почитала. Нет, мы не указываем, что мы начинающий мастер. Мы ставим цену на первый визит. Цена на первый визит, и вы ставите цену среднюю по рынку со скидкой на первый визит. Аналогично с сертификатами и обучениями. Не надо себя занижать, специально фокусировать, что вы недавно начали. Очень. Я поняла, что только учитесь, запите, услышите мои рекомендации. Сделают вывод по количеству отзывов, сделают вывод по ленте, сами посмотрят на ваши работы. Но не надо писать, что вы начинающий мастер. Нет, не надо. Просто поставили цену среднюю по городу, чуть ниже, и хорошую скидку на первый визит примерно 30%. Это какую лампу использовать для новичка. Если вы имеете в виду для фото, или вы имеете в виду для самого создания маникюра. Я нейл-маркетолог. Я не делаю ногти сама. В теории знаю, на практике, если честно, ни одни ногти я не сделала самостоятельно. Но я сделала огромное количество клиентов, к мастерам, к салонам красоты. И делаю это уже с 2013 года абсолютно в разных регионах России. Абсолютно в разных регионах. Поэтому какая лампа лучше спросить в Директ, спросить у моих коллег в эфире, они обязательно подскажут. А ко мне по Инстаграму, по маркетингу, по цене, по рекламе, по сториз, по хэштегам. Это все ко мне. Пью водичку, сейчас вам не повешу в эфире. Ловите возможность задать вопрос. Ирина, если фотопрофиля менять, то в сториз указывай для клиентов. Классный вопрос. Марина Ясонова, смотрите. Обязательно пишите «Моя новая аватарка в сториз». Не теряйте меня. Как еще круче сделать? Когда выбираете новую аватарку, можете в сториз для клиентов сделать голосование. Умеете голосом? Вышли. Говорящей головой говорите «Хочу поменять аватарку». У меня есть несколько вариантов. Помогите мне. Проголосуйте в следующий сториз. Поставили их кружочками. Сразу Инстаграм автоматически дает вписать кружочками. Пишите «Проголосуйте один, два или три». Потом говорите «Вы выбрали вот этот вариант. Спасибо вам большое». Теперь моя новая аватарка будет вот такая. Не теряйте меня. И вот таким блоком максимально красиво и четко у вас пройдет смена аватарки. Ну, естественно, они вас не потеряют и будут узнавать. О чем писать в постах, чтобы было интересно клиентам? Я новичок и очень полезную информацию сегодня получила спасибо. О чем писать в постах? Смотрите, что интересно клиентам. Клиентам интересно про вас. Кто вы? Что вы? Где учились? Какие ногти любите? Какие у вас есть хобби, увлечения? Интересные факты о вас? Клиентам интересно, как устроен у вас рабочий процесс. Поехали по рабочему процессу. Интересно им всегда, на каких материалах вы работаете? Проходили ли вы повышение квалификации и тогда? Что говорят о вас другие клиенты? Потому что вот одна из моих учениц недавно сделала пост знакомства о себе. Прямо сейчас в близких друзьям горе. И спросила у клиентов, а расскажите вы обо мне. Она столько живых, классных отзывов собрала в комментариях. То есть она рассказала, что она сама себе считает и добавили. Клиенты любят знать о новых процедурах. Клиенты любят знать о домашнем уходе. О чем писать с точки зрения новичка? Можно всегда писать о трендах. Можно ставить в карусель несколько вариантов дизайна и спрашивать, какой клиенты бы хотели сделать. Вы наберете комментарии в голосах. Работы могут быть не ваши. Так и можно написать. Подбираю новые дизайны, которым хочу научиться. Либо собрала для вас трендовые дизайны. Зима 2022. Вот такие три тренда. Какой из них вы бы хотели сделать? То есть абсолютно все, что касается вашей работы, о чем спрашивают клиенты. Например, это может быть расшифровка прайса. Что входит у меня в стоимость маникюра. Это могут быть причины, почему нужно прийти именно к вам. Мы стараемся чередовать всегда посты, которые подтверждают вашу экспертность. Где вы учились, как вы работаете. Раскрываю детали с прямыми постами. Запишись ко мне. Как можно записаться. Поставь плюс, поставь да. Запиши в комментариях. Перейди в шапку профиля и так далее. Стараемся, чтобы все посты не выглядели, как запишись ко мне. Запишись ко мне, ну пожалуйста. Иногда стараемся поделиться полезной информацией для того, чтобы вас продолжали читать. Ну и задавайте вопросы всегда в конце поста, потому что нет ничего хуже тишины в профиле. А тишина в профиле возникает тогда, в основном, когда мы не пишем тексты. Так тоже бывает. Ответила на ваш вопрос. Давайте еще один финальный вопрос. И мы на сегодня наш эфир будем завершать и будем его выгружать. Еще один финальный. Кто будет финальным сегодня? Есть аккаунты, в которых одно фото разделено на четыре. Это минус или все-таки разнообразие? Я поняла, про что вы имеете в виду. Марика Арт. Это называлось раньше разрезание фотографии. Это было модно, например, для брендов. Я могу сказать, мы даже в бренде Эйми разрезали, когда выходит новая коллекция. Когда вроде как изображение большое собирается по частям. Но в целом, я бы сказала, для мастера скорее минус, потому что на каждом посте нужно набрать хороший охват. А если у вас там на эти кусок лица, кусок головы, и пока вы их всех выложите, они соберутся, скорее минус. Скорее минус, чем плюс. Итак, на финальный вопрос ответила. Обязательно сегодня выгрузят записи. В записи, да, я тебя правильно поняла, здорово. В записи укажем аккаунт Елены. В сторис я вам постараюсь указать аккаунт Натальи Абрамовской, которую рекомендую смотреть и считаю одной из самых эталонных в течение долгого времени ведущих свою ленту Инстаграм. Дополнительно сделаю разбор вам на этой неделе. Постараюсь завтра мой аккаунт тоже в ленте укажу. Благодарю вас за то, что вы сегодня были в эфире, что вы сегодня вот это время выделили, чтобы ваш нейл-магазин вас продавал еще лучше. Ну и, конечно, всех девчонок, которые сегодня были в разборе, вам невероятная благодарность, потому что где-то мы похвалили, где-то указали вам, что можно сделать еще. И пока мы разбирали вас, сотни и даже тысячи девчонок нашли нейл-стилистов похожие моменты у себя и могут их сегодня исправить или улучшить. До встречи в аккаунте Ами Сколл Онлайн и у меня в аккаунте Ирина Корытина. Девчонки, действуйте, потому что клиентов и денег в Инстаграме много. Забирайте их по чуть-чуть, по чуть-чуть и у вас тоже будет получаться. Пока-пока, очень рада была вас видеть. Продолжение следует...